МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседа с батюшкой» в студии Денис Березнев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, кандидат исторических наук, настоятель храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, протеерей Андрей Алексеев. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Благословите наших телезрителей! Благословение Господне на вас, таку благодатью и человек любим всегда на ней пресно и во веки веков. Аминь! Отец Андрей, я знаю, что вы совсем недавно вернулись из паломнической поездки в Сербию. Вот хотелось бы об этом сегодня поговорить. Расскажите, пожалуйста, как родилась идея этой поездки? Почему именно Сербия? Как была организована эта поездка и что в нее входило? Мы совершили поездку спустя три года. Не скажу по тем же местам, но во многом по тем же местам, которым посещали вместе со студентами духовной семинарии. Я преподаю в Переринской духовной семинарии основное богословие. И три года назад это был мой подарок выпускникам, студентам того курса, где я являлся курсовым наставником. И вот весь курс совершил эту поездку по Сербии, посещая места духовного подвига, а вместе с тем исторической славы сербского народа, вместе с тем посещая духовные семинарии. И изначально приглашение посетить эту страну было от ректора «Белградской семинарии» или «Богословии», как у них называется семинария. И мы со студентами писали прошения. И это была официальная поездка по богоспасаемым сербским землям, которая оставила огромнейшее впечатление в наших сердцах. Мы для себя Сербию открыли. И вот сейчас прошли три года, за это время так сложилось, и Господь благословил, начав строительство храма и занимаясь вопросами воспитания, образования в нашей воскресной школе, мы собрались с прихожанами, с преподавателями нашей воскресной школы, с помощниками, которые оказывают содействие в организации духовно-нравственного процесса воспитания молодежи. И в составе 70 человек совершили эту поездку. Вначале самолет, потом двухэтажный автобус. И много впечатлений, которые для большинства присутствующих были откровением. Для себя люди открывали Сербию. Потому что вместить это на расстоянии, любую, конечно, страну невозможно рассмотреть на расстоянии, но Сербия, я выскажу свое сугубое мнение, субъективное, личное. Но я не встречал в мире, а мне доводилось в разных местах бывать, в разных странах, и паломничать, и посещать их, просматривать разные места. Но вот ближе нам, по духу, я не встречал людей в мире. Более того, я нигде не встречал до этого и после. Прошли три года, мы вновь посетили Сербию. Людей, которые бы так относились к русским. Так относились к России. И, простите, но порой приходится уезжать на время из своей страны, чтобы почувствовать себя русским там, понимая, что это такое. Ту ответственность, которую Господь возлагает на нас, когда смотрят на тебя с упованием люди, не на тебя как такового, а на носителя культуры, христианской, православной культуры, которая, сохранившись здесь, должна там защитить людей, находящихся в этой стране. А что касается организации поездки, здесь тоже отдельная история. И я касался когда-то этого, и в нашей программе, посвященной той поездке трехлетней давности, нам помогали студенты, выпускники духовных школ Сербии, которые учились и заканчивали Московскую духовную академию. И, что интересно, наше более тесное взаимоотношение с ними начались, и дружба началась не за партами в духовной семинарии, она там зарождалась. А вот продолжилась и стала основанием для поездки на футбольном поле. Именно после победы команды из Сербии, одержанной на турнире Кубок Святого князя Демитрия Носкова, и было окончательно принято решение о том, что мы в Сербию едем. И после того, как Милош Обелич, так называется, эта команда выиграл турнир, вот три года назад мы совершили эту поездку первую, а сейчас эти же ребята помогли нам совершить поездку через три года. И, конечно, посмотреть на Сербию сквозь сердце верующих сербов, выпускников духовной семинарии, это стоит дорогого. Невозможно такой тур купить, по этой программе пройти, проехать. Мы его сами составляли, продумывали. И, конечно, это очень глубокое внутреннее чувство связи с сербским народом. И поездка сама включала в себя не только посещение Белграда и тех святынь, которые есть в столице, это была поездка по Сербии. Мы не заезжали в Косово, мы не были в этом месте трагедии и месте славы сербского народа. Действительно, это душа Сербии, которая сегодня от нее отторгнута. Мы понимаем, что сегодня Сербия – это некий плацдарм, где во многом оттачиваются модели взаимодействия в этом мире тех людей и тех мировых держав, которые претендуют на мировое господство. Безусловно, то кощунство, то насилие, агрессия и совершение страшных преступлений, которые на свою совесть возложили люди, глумившиеся не только над народом и не столько над ним, сколько над верой его. Ведь эти бомбы, которые падали на Белград и пожелания счастливой Пасхи от тех несчастных людей, которые совершали подобное, это ведь страшное преступление. И последствия от него, конечно, сильны в этом народе, который понес за 20-21, начало 21 века, ту скорбь, которую мало кто понес в этом мире. Вообще, жизнь Сербии – это страдание. И скорбь этого народа, она очень глубока и сильна. Она нам близка. Потому что по вере своей, по укладу жизни, есть ведь огромные сходства. По вере, мы едины в православии. А по чаянию внутреннему, они ведь тоже думают о небесном царстве. И, с одной стороны, сегодня, столкнувшись с проблемами жизни в Сербии людей, можно почувствовать двойственное ощущение. С одной стороны, может показаться, что Сербия мертва. Почти мертва. Потому что столько пережитого, столько поруганного. Более того, столько уже после этого катка безбожия, а ведь это советские годы, и мы знаем, чем была Югославия в то время. И именно Сербия, она была средоточием этой коммунистической идеи. И там находился центр вот этого безбожия. Но вместе с тем, после катка этого безбожия, увлечение идеями Запада, которые сегодня тоже сильны в Сербии. Мы это видели. И на этом маленьком пространстве территории можно было наблюдать те же процессы, которые свойственны и нашему Отечеству. Только там это в миниатюре. Там это быстрее развивается. Быстрее эти идеи проникают в сердца людей. И может показаться, что подняться от этого уже, может быть, даже и невозможно. Потому что очевидно сегодня это вот состояние, с одной стороны, народ, который направлен своими чаяниями и сердечным чувством к России. С восторгом принимали, и обнимали, и целовали, и просили молитв. Говорили о нашем президенте. Говорили о силе нашей страны. Просили о помощи. Обращаясь к нам, как, знаете, к тем, кто пришел освободить от чего-то. Вот такое было впечатление. Вместе с тем, мы видим ту тенденцию, которая свойственна людям мира политики. Ведь направленность этих людей во многом на Запад. И мы знаем, что совершается с теми странами, которые смотрят на Запад. И здесь перед нами, конечно, трагедия. Потому что заигрывание с теми проявлениями европейской мысли, которые имеют отношение не только к еврозоне, но к укладу жизни, они ведь в себе несут очень глубокое, безнравственное, нецеломудренное начало. И, увы, с этим тоже можно было столкнуться в Сербии. Но вот то здоровое зерно, та глубина веры, те очаги духовной жизни, а мы посещали монастыри, где покоятся мощи святителя Николая Сербского, это монастырь Лелич, это челии, где почитают и преклоняются перед мощами, и лобызают их мощи преподобного Иустина Поповича, выдающегося богослова, это и святыни, и храмы, и соборы, это и те сердца верующих людей, которые, открываясь перед нами, показывали потрясающую перспективу того, что, наверное, в Евангелии можно увидеть, когда мы открываем записи о девочке, которая умерла, и останавливают спасителя, уже не иди, мол, к ней, нечего там делать, Господи, уже поднять ее нельзя, она мертва. А Господь идет и поднимает эту девочку. Вот такое сравнение было в этой поездке в отношении Сербии, которая, кажется, лежит в состоянии тяжелой болезни, а в то же время в ней чувствуется эта жизнь, духовная жизнь, потому что эти центры духовной жизни, они, безусловно, отношение имеют в первую очередь к глубине веры, к православию. И посещая духовные семинарии, а мы, как три года назад, и в этот раз были и в Белградской семинарии, были и в Сремских Карловцах, это старейшая духовная школа Сербии, где общались со студентами, с преподавателями, с ректорами встречались и видели, насколько жива православная вера в людях, которые являются носителями ее и теми священниками или будущими пастырями, которые будут вдохновлять свой народ. Поэтому, конечно, вот этот момент очень глубокий и значимый показательный, где сила Сербии, где ее воля, где ее величайшая надежда и где, конечно, ее будущее. Потому что, рассуждая о вере, мы говорим с вами в первую очередь о Христе. Мы говорим о той любви Божией, которую ощущает сербский верующий человек, когда он посещает свой храм и учится жизни по Евангелию. Скажите, а сколько длилась поездка и что именно в нее входило? Мы улетели после престольного праздника, после Дня памяти святого благоверного великого князя Дмитриевского. Это было 1 июня. Мы улетели ранним утром 2 июня и вернулись ранним утром 8 июня. Поездка была по времени не столь долгой, но включала в себя, как я уже сказал, посещение в начале Белграда и богослужение в некоторых храмах и благословение от предстоятеля церкви Святей Шпатриарх Иринея. Мы получили после службы, которая была совершена предстоятелем в день престольного праздника в храме равнопостольных Константина и Елены в Белграде. Мы посещали те места воинской славы, исторической славы сербского народа, которые имеют отношение к восстаниям поднимавшимся сербским народом в течение своей истории против турецкого ига. И, с одной стороны, мы касались тех страниц истории, открывали для себя, читали, кто-то впервые открывал для себя, читал историю еще того золотого века, так называется, правления династии Нейманичей. И затем посещали места воинской славы, где совершались победы Карагеоргием, и те места, которые отношение имеют к славе династии Карагеоргиевичей, касались и различных сторон жизни Абреновичей, и посещали места, имеющие отношение к служению в Сербии этих людей, общались с историками, общались с преподавателями не только духовных школ, людьми, которые имели желание поделиться с нами тем сокровенным чувством любви к своей стране, которое они показывали нам. Вместе с тем, в программе был и зоопарк. Да, у нас было немало людей, которые поехали вместе с детьми, со своими, и около третьей группы это были дети. И вот мы посещали сербский, белградский зоопарк. Вы знаете, нужно было некоторое отдохновение. И вот, ведь не может человек находиться постоянно в совсем духовном напряжении, тем более к нам в пути. Есть люди, которые приходят к церковной жизни, только, так сказать, считают, что православие в себе ограничивает человек себя только, так сказать, от платка до юбки, если речь о женщине вести, а больше ничего-то и нет. Так вот, святые пишут, что нужно учиться христианству не только в храме, но и за пределами его, если по-христиански учиться жить. Поэтому, посещая наших меньших братьев, мы смотрели, как живут зверьки в зоопарке, но мы касались и там, даже в зоопарке, и вопросов, которые имеют отношение к необходимости устройства своего внутреннего мира. Ведь мы знаем, что к подвижникам веры приходили и животные, и как важно дать правильный вектор направления и в этом отношении мысли человеческой. Как ты ухаживаешь и за своими собратьями, которые нуждаются в этом уходе, если ты предлагаешь на них посмотреть со стороны, даже в таком месте, как зоопарк. Был и музей Николы Теслы, это гениальный сын сербского народа, сын священника, с личностью которого много связано, очень специфического. Его имя настолько настолько сегодня просто облеплено слухами, по-другому не скажу. И большая часть из них действительно не имеет отношения к жизни этого человека, а уже потом надумано или кем-то придумано специально, потому что действительно выдающаяся личность и открытия, которые во многом засекречены сегодня. В то же время на этом имени скупикулировать сегодня немало и ученых, и политиков удобно бывает взять какую-то яркую фигуру и придать некоторое неверное направление ходу жизни этого человека. Это легче сделать, когда этого человека уже нет. И, конечно, печально было, что пока голос церкви не услышан со стороны властей, и в этом музее в капсуле находится прах этого ученого. А он был верующим человеком? Он был верующим человеком, был погребен в Соединенных Штатах Америки по христианскому обряду, но потом была очень своеобразная история, после которой его останки единственным его родственникам он не имел семьи, не имел детей, и единственный из его родственников вот так распорядился его останками и передал их потом в Сербию. И сейчас сербская церковь ратует за то, чтобы его останки были погребены в соборе святого Саввы. Это, конечно, огромнейший храм, который строился многие и многие и многие десятки лет в течение 20-го века, и вот уже 21-й век наступил, и еще сейчас построив уже этот храм, конечно, предстоит огромная работа по его отделке. Хотя мы спускались в крипту, и вот за эти три года многое сделано, но предстоит огромная, конечно, работа еще по наполнению этого храма, потому что это считается один из трех самых больших храмов в православном мире, и вообще один из самых огромных по своему размеру храмов христианских. Сейчас можно спорить, один немножко шире, другой чуть-чуть повыше, но вот три самых больших храма православных в мире, это храм Христа Спасителя, это София в Константинополе, это собор святителя Савы сербского. Это место тоже особое, конечно, мы оставили его напоследок, в самом конце пришли туда, для того, чтобы уже прощаться с Белградом в этом месте, и с Сербией в этом месте. Это были и храмы, имеющие отношение к династии Карагеоргиевичей, это был дом Карагеоргиевичей, мы заезжали в Мишар, место, где было поднято восстание против турок, и где был центр борьбы за независимость сербского народа. Я сказал о Сремских Карловцах, мы посещали не только семинарию и собор святителя Николая в этом месте, но и то место, ту залу, в которой состоялся в 1934 году собор, после чего произошла трагедия, раскол русской церкви, и слава Богу, что он преодолен. Вы знаете, вот когда проезжаешь по таким местам жизни сербского народа, по местам жизни духовной жизни, по местам воинской славы, которая тоже сопряжена с духовным состоянием осмысления, почему была война, почему была эта ига турецкая, почему в сербском народе это состояние осмыслилось с людьми, почему Господь опустил сербскому народу испытать горечь поражений и веками терпеть то, что и мы терпели с вами, когда находились под монголо-татарским игом, это сопряжено с духовным миром человека, с осмыслением утрат внутренних, утрат той жизни, которая в первую очередь питает человека, направляет его к небу, потому что когда человек утрачивает эти духовные ориентиры, тогда сказано в Священном Писании «отдам тебя народу жестоковынному». И мы видим и в нашей истории подобные страницы пересечения, когда имело место быть вот это страшное. И сердцами лучших людей Сербии и устами их запечатлены те откровения и осознания, и покаянные чувства, которые и церковные иерархи Сербии в осмыслении преподносят своему народу почему мы страдали, почему мы сегодня страдаем, почему несем эту боль, почему эта кровь, почему эти лишения, почему эти бомбы, что они? Если человек не будет иметь веры, если он не будет для себя понимать значение этой жизни как приготовления к вечности, он не может всего этого вместить. И отрадно, что мы встречали в Сербии и встречаем и по сей день тех людей, которые понимают зачем Сербии эти скорби посланы Господом, попущены Господом. Вот эти моменты конечно очень глубокие, они урок для нас с вами сегодня. Для духовного отрезвления? Вы знаете, они с одной стороны следствие духовного остывания, а с другой стороны необходимость выстраивать вектор своей жизни через Евангелие. В первую очередь сказано прежде всего ищите Царствие Божье и Правда Его, все остальное приложится вам. Ведь невозможно отойти от Бога и не понести последствия от этого. Когда отступается от веры человек, он лишается благословения Божьего. Не только он, но и род его. И порой в нашей жизни мы смотрим через маленькое-маленькое окошко и нам кажется, что мы видим большой мир. Но у Бога совершенно другие горизонты. И когда человек начинает задумываться о вечности и открывает Священное Писание, перед ним открывает совершенно другой мир. И этот мир невозможно со стороны никому постичь, пока сам человек с верой начинает открывать Святое Евангелие, начинает открывать священную историю, чтобы понять для себя, зачем он живет. И в событиях, происходящих с ним сегодня, он начинает искать ответ почему. Почему сегодня вот это происходит? В событиях, которые заставляют его пережить какие-то лишения, неприятности, потрясения, он по слову Святых Отцов начинает задаваться вопросом, для чего это нужно? И каковы последствия всего этого? Что я должен вынести из всего из этого? Если этого не вмещать в себя, невозможно понять происходящее, ни в Сербии, ни в России. Вы сказали, что ездили в Сербию еще три года назад. Какие у вас впечатления были тогда и какие сейчас? Вы знаете, есть большие сходства, три года казалось бы небольшой срок, но есть и то, что изменилось за это время, и не все в лучшую сторону. В духовной жизни отрадно, что есть то сохранение веры, которое вдохновляет Сербию, а собственно этим и живет эта страна, потому что есть молитвенники, есть монахи, есть духовные семинарии, где воспитываются будущие пастыри церкви. Вместе с тем, за эти три года ощущение присутствия Европы, оно усилилось. Оно усилилось, и вот это вот влияние западное, нет-нет, давайте будем аккуратны с вами. Речь не идет о тех лучших проявлениях, которые всегда можно взять, и это хорошо, как писал святитель Василий Великий, возьми лучшее и у язычников, но то, что происходит сегодня в Европе, она ведь раскрещивается. Знаете, в моем детстве порой старушки, бабушки кричали детям, которые бегали расстегнутые, что ты носишься расхристанный? Так вот, этот процесс когда отказываясь от Христа Европа все больше и больше погружается в бездну безнравственности, это ощущение три года назад в Сербии было меньше, а вот сегодня через Сербию мы тоже могли почувствовать это влияние Европы, оно есть и у нас, но там это происходит быстрее, в массе своей, и мы замечаем подобное проявление и в нашем Отечестве, но поскольку пространство там значительно меньше, там эти процессы ускорены, и если этому не противопоставлять иного, то мы знаем, чем это завершается, мы видим, что происходит сегодня в Европе, когда склонность к сатанизму и откровенное пробуждение этих бесовских чувств становится нормой жизни, когда садомский грех воспевается и считается допустимым, когда идут откровенные разговоры о том, чтобы узаконить инцест, когда сегодня еще одной из норм жизни пытаются сделать педофилию. Я называю страшные проблемы, но они свойственны Европе, и через вот эту вот трубу еврозоны подобные достижения в кавычках они предлагаются и прочим государствам, чтобы принять как норму многое из того, что запрещено Господом, как смертный грех. И распущенность нравов, вы знаете, это ведь рабство, когда человек начинает воспринимать распущенность как норму жизни, когда в обиходе есть то беснование, которое называется дискотеками, мы в Белграде не могли спать две ночи, потому что праздновался выпускниками торжественный акт их окончания школы. Во что это вылилось? в массовую дискотеку в течение почти всей ночи, где-то около четырех утра все это закончилось. Понимаете, вот есть культура отдыха, ее тоже нужно организовать, есть необходимость противопоставлять этому ужасу нечто иное. почему сейчас большое внимание мы в процессе нашего воспитания уделяем балам? Мы проводим балы, мы на этих балах учим детей красоте, манер поведения, почему одежда, почему музыка, почему взаимоотношения девушки и юноши должны быть поставлены в область высоты искусства, которым важно овладеть, а не опустить все это в состояние низменное и скотское. Вы знаете, я не хочу сказать, что у нас этого нет, у нас этого тоже достаточно. Я подчеркну, когда ты приезжаешь в маленькую страну, там все это нагляднее, там это более выпукло, и там эта болезнь воспринимается, потому что на больших территориях порой чего-то ты можешь не заметить, и подчас гремит себе эта дискотека где-то, ты ее не слышишь, а вот тут все под окнами, и это норма жизни. Я поинтересовался у сопровождающего нас студента духовной семинарии, выпускника, который был нашим экскурсоводом, насколько за последние три года увеличилось число татуировок, на его взгляд. Я занимаюсь молодежью, я называю вещи своими именами, это тоже акт язычества. Татуировка это, безусловно, элемент культуры языческой, сатанинской. Вы знаете, батюшка сказал мне, это выпускник, я обратил внимание, значительно увеличилось. понимаете, в чем вопрос? Мы к чему-то порой привыкаем, как к норме жизни. И когда человек совсем недавно к чему-то относился никак, но своего мнения поэтому еще не составил, проходит время, его легко взять в плен. Ну почему же не сделать вот этого? Посмотрите, как цивилизованные европейцы к этому относятся. Это нормально. Как это может быть нормально? Разве нормально, когда у человека появляются различные знаки на его руках, лице, теле, и он пытается себя что, как-то так украсить? К одному священнику подошел мальчик в храме у нас и спросил батюшка, можно ли сделать татуировку? А священник сказал ему, ты знаешь, сынок, вот всегда в жизни нужно с кого-то брать пример. и кто-то должен быть в жизни примером для тебя, для нас. Скажи, пожалуйста, для тебя люди церкви, святые, пример? Да, сказал мальчик. Тогда пойди мне и на иконе, хотя бы на одной, найди, чтобы у кого-то из святых были татуировки на его руках или его теле. Если ты найдешь, пойди и сделай себе такую татуировку. Мальчик пришел, говорит, батюшка, вы знаете, я нашел в одном месте, и показывает на западную стену, а там разукрашенные руки у дьявола. Вы знаете, вот как важно к этому правильно отнестись, как важно правильно отнестись к культуре потребления вина. Ведь я вернулся из Сербии, и что меня ждало на исповеди в эти дни? Исповеди молодых людей, девушек, которые пришли покаяться в том, что они употребляли спиртное на выпускных вечерах своих в летнее время, потеряли меру, а кто-то целомудрие потерял после этого, а кто-то образ Божий утратил, говорит, не помню, что происходило дальше. Вы знаете, вот увы, к сожалению, мы порой о таких вещах забываем, и рассуждая о больших территориях, о перспективах движения, об автобусе, о посещении каких-то мест воинской славы, мы не уделяем внимания тому будничному, что бывает нагляднее в маленькой стране, что замечается с болью, что замечается со скорбью, потому что и мы больны всем этим. А как сербы почитают Федора Михайловича Достоевского? Для них Достоевский это человек высокой жизни. Преподобный Иостин Попович написал, что никто не писал так о русской душе, как Федор Михайлович Достоевский. И вообще свойственно сербскому богословию обращаться к трудам этого гения русской литературы, мировой литературы. И для себя что-то отмечать очень значимое и важное для того, чтобы через эту перспективу движения подойти к каким-то моментам и духовной жизни. Здесь нужно правильный акцент расставить, потому что мы понимаем, что перед нами выдающаяся личность. Это особое служение, служение в русской литературе, в мировой литературе великого сына нашей страны. Но ведь для этих людей Достоевский стал ступенью, для многих стал ступенью к Евангелию, ступенью к церкви. И сегодня, когда сербы встречают русских, они подходят к ним и говорят, мы на вас смотрим, мы надеемся, что вы нас сохраните. Вы знаете, я скажу, что вот это ощущение русскости в Сербии было очень глубоким у всех тех, кто посетил поездки, нами описываемые в эти дни братскую страну. Мы себя почувствовали русскими там, почувствовали русскими какими. О какой русскости речь идет. Давайте не будем с вами рассуждать о том, что мы самые лучшие в мире. Дорогие мои, мы лучшие в мире, потому что мы с вами можем быть со Христом и поделиться с миром этим лучшим, что мы имеем с вами. Потому что только тогда мы лучшие, когда мы с Богом. Если мы без Бога, мы вообще никто. Поэтому понятие святой Руси, а мы рассуждаем о святой Руси как о Руси идеальной, которые были евангельские принципы единства, любви к ближнему, готовности прощать врагов своих. Вот та русскость, о которой писал Достоевский. И рассуждая о русскости, он говорил, русский значит православный. Вот то лучшее, чем мы с вами сегодня владеем, и что можем принести и в Сербию, и чего они от нас ожидают, то есть духовной жизни. Вот та лучшая сторона всякого человека, у Бога нет ни иудея, ни эллина, ни серба, ни русского, а есть вера наша. И вот если мы с вами ее храним, тогда мы входим в состояние этой лучшести, того наилучшего ощущения, готовности отдать себя, свои силы принести, свои старания, свое время, жизни отдать кому-то. Сербия и Россия тесно переплетены в истории. Сколько русской крови на Балканах, сколько русской славы на Балканах, сколько переживаний имел русский царь о Сербии, сколько терзаний и мук понес последний русский император, канонизированный и прославленный государь Николай, сколько всего нас вместе объединяет, но в том лучшем, что имеет отношение к православию. И вот мы сегодня можем говорить об этом в этой студии, потому что соприкошнувшись с этой значимостью в сердцах людей того, что мы в себе несем, мы еще раз почувствовали ответственность за это, как важно хранить эту высоту. И ведь мы открываем страницы тех рассуждений о будущем, которые имели преподобный Серафим Саровский, преподобный Лаврентий Черниговский, где речь идет о возрождении России и объединении вокруг России и других славянских народов. Но речь идет об объединении в первую очередь духовном, потому что тогда вспоминается Лермонтов, Мцири, такой-то царь в такой-то год вручал России свой народ. Когда приходили к России государьи, когда объединялись с Россией те, кто были возле нее, когда они чувствовали, что можно защитить, спасти от кого-то. Войдя в общение с ней, можно уберечься самому и народу твоему. Вот это ощущалось в Сербии, и когда нас встречали колокольным звоном, и провожали, и духовенство, и монашествующее, и миряне со слезами на глазах, с просьбой не только молиться, но и продолжать быть старшей сестрой, это очень впечатляет. Это ко многому обязывает хранить ту веру, которую они там хранят, но они смотрят на нас, как на носители этой веры, на тот колодец, из которого нужно зачерпнуть, напиться, утарить свой внутренний вот этот жар, эту жажду для того, чтобы напитаться этой влагой. Отец Андрей, расскажите о встречах, которые у вас были в Сербии, с какими людьми вам пришлось встретиться? Вы знаете, то лучшее, что мы вынесли из встреч с людьми, это искренность, которая свойственна сербам. Ведь общаясь с человеком простым или может быть непростым, ты видишь, насколько этот человек готов к тому, чтобы открывать свое сердце. Вот мы в Сербии ощутили сердца этих людей. Вы знаете, во многом очень доверчивых, очень искренних. Это были и педагоги, преподаватели университетов, духовных семинарий. Это были миряне, которые наполняли храмы и те, с кем мы встречались, когда приезжали в места, где нам рассказывали о жизни сербского народа или об истории. Конечно, отдельная страница это встреча с патриархом Иринеем и его слово к русским паломникам после крестного хода в храме равнопосленных Константина и Елены. Его обращение, его пастерское чувство глубокого уважения к нашей традиции. Вы знаете, это ощущалось к традиции христианства на Руси. Вот это чувствовалось. Можно сколько угодно рассуждать о каких-то моментах восприятия субъективного, но сердце это чувствует, когда есть искренность, есть забота, есть любовь, есть внимание, есть уважение, есть почтение. Да, это были встречи с детьми. Так получалось, что вы приезжали в места исторических каких-то сражений, восстаний, имевших место в Сербии, и туда приезжали дети. Вот так получалось. Это совпадение. Не случайно, много детей. Это очень радует. То есть, если в детях воспитывать чувство патриотическое, это здорово, это нужно. Много детей приезжали автобусами послушать о воинской доблести своих предков. Было интересно в их глаза посмотреть. Вместе с тем были встречи, когда люди подходили и брали благословение. Это бывало и на улице. Это бывало и в храмах. Вы знаете, конечно, особая встреча это студенты духовных школ, их внутреннее чувство. Но это были и простые встречи с людьми, с которыми мы пересекались, и не планируя этих встреч. Вот что называется случайно, где было уважение к нашему Отечеству. Вот это везде ощущалось. Уважение к России, почтение к матери, к старшей сестре и слезы, слезы, слезы. Потрясающе. Скажите, а какие, если можно выразиться, последствия вот этой поездки, как внутренние люди изменились, может быть, какие-то новые мысли, новые какие-то планы возникли? Вы знаете, да, во-первых, вот сейчас в эти дни на нашем сайте demdanskoi.ru будет представлена большая фотосессия, и с нами ездил замечательный фотограф, который много снимал, и что-то мы уже разместили на сайте, а что-то появится в ближайшие дни, так же, как калейдоскоп впечатлений. Вот люди, которые никогда в Сербии не были, были единицы из 70 человек, 70 группа, ведь в ней были люди из мира науки, культуры, искусства, бизнеса в этой поездке, дети, и вот они впечатлениями своими делятся, и сейчас эта информация обрабатывается, и вот в эти дни на сайте на нашем должен быть вот такой калейдоскоп впечатлений. Последствия, последний храм, где мы служили, где настоятель, отец Виталий Тарасьев уступил мне место у престола в воскресенье, сам стоял рядом, хор уступил место нашему хору, и стоял рядом, и мы пели литургию, а они сослужили нам, и прислуживали нам, с готовностью продолжать взаимодействие, и в ближайшие дни отец Виталий должен посетить Москву, он неоднократно приезжает сюда, он потомок того священника, того настоятеля этого храма, русского подворья, храма Рождественной Троицы в Белграде, где служил его дед, священник, который исповедовал преподобному Юстину Поповичу. Храм, где покоятся останки Брангеля, вот, в Белграде, куда собирается русская диаспора белградская, где молятся и русские паломники приезжают в этот храм, и, ну, немного, паломников немного, преимущественно те, кто работают. Вообще, Сербия, она открывается сегодня для нас, мы во многом не знаем этой страны, для большинства людей эта поездка была откровением. Как это? Это вот такая Сербия, ну, мы слышали что-то, мы слышали про бомбежки в Белграде, а что такое Косово, где, где сейчас практически нет сербов, где кровь, где предательство, где насмешка Европы над православием. Я называю вещи своими именами, перед нами трагедия, давайте не будем оскорблять достоинства какого-то иного народа, не будем сталкивать, но давайте, давайте будем ценить то, что есть, это сербская земля, на которой стояли и стоят святыни, там осталось мало сербов, только в монастырях и где-то вот еще буквально-буквально совсем чуть-чуть, но многие святыни уже разрушены, а те, кто еще сохранился и живут там на своей земле в оккупации под мнимым покровом миротворческих сил, они понимают, за что их гонят, за веру, и кто их гонит, дьявол. Поэтому, когда все это вместе, много смотрели фильмов и документальных, и слушали программ в этой поездке, она была наполнена размышлениями, для людей было состоянием неожиданности для себя открыть эту страну. И сейчас мы размышляем о том, чтобы взаимодействие между храмами, в частности, вот, нашим храмом святого благоверного князя Дмитрия Донского и храмом, о котором я уже сказал, живоначальной троице в Белграде, сделать более тесным, чтобы и оттуда, и отсюда можно было приезжать и общаться, и устраивать какие-то встречи, и поездки, и совместные какие-то мероприятия, творческие и спортивные. Мы занимаемся большой работой по духовно-нравственному воспитанию и сейчас предполагаем встречи и со студентами семинарии, в частности, в ближайшее время мы рассматриваем перспективу, чтобы студенты из Белградской семинарии приехали к нам на два мероприятия, на футбольный турнир Кубок Святого Князя Дмитрия Донского и на фестиваль творчества духовных семинарий, которые у нас состоятся в период между Рождеством и Сретением. Поэтому сейчас есть те идеи, которые не только перспективой своей вдохновляют, но и уже предполагают осуществляться в ближайшее время. Потому что когда человек открывает для себя, что у него есть брат или сестра очень близкие, он думает, а что же я раньше не общался с ними? Как оказывается все близко и рядышком и очень по духу сопересекается в своей глубинности, в своей самой значимости, в сердце, в душе, в самом глубоком чувстве этого состояния ощущения себя православным, ощущения себя носителем богатейшей культуры, которая и тебя питает, и других может вдохновить. А язык? Есть ли какие-то трудности в общении? Я скажу, что если сербы говорят не быстро, то все понятно. Но не все, но многое очень понятно. Так же и мы. Да, есть моменты, которые связаны с необходимостью немножко напрячься, но корни-то одни, безусловно, и мы это видим, мы ощущаем, они носители того же языка. И через церковь, опять же, через богослужение, опять же, мы имеем эту связь. Многое сходно. Поэтому это не препятствие. Это не препятствие. Перед нами сейчас огромная перспектива того, что тогда развивается, когда мы хотим или не хотим. Тогда не развивается. Поэтому мы открыли для себя тот мир сербской души, которая богата тем же, что есть и у нас. Но важно это богатство оценить, увидеть, и его сохранить, и приумножить, и передать его. Вот это очень значимо. Как удивительно, когда видишь человека чуть-чуть не похожего на себя, начинаешь лучше понимать себя. Это удивительно. И страну свою начинаешь, страну, как носительницу культуры богатейшей, еще больше ценить. Когда там Россия, русские, и люди бросаются, плачут, обнимают. Мы пришли, мы их первый раз видим, мы пришли на службу. Вы знаете, они готовы вот все, что у них сейчас есть, отдать. Тебе поделиться с тобою, преклониться перед тобою. Но почему преклониться? Потому что они видят в тебе ту духовную силу, которую ты в себе должен увидеть. Оценить все это, собрать все это и с этим разделять с приходящим к тебе свою веру, свое православие. Вот это в первую очередь. Это в первую очередь. Вы сказали, что они как бы смотрят на нас, как бы, можно сказать, как на старших братьев, сестер. Как мы можем соответствовать вот этому такому ответственному взгляду со стороны? Дорогой Денис, пост идет Петровский. Постится. Время, когда да, он не строгий этот пост, но это же время воздержания. Это время, чтобы что-то можно было бы успеть сделать хорошего, доброго. Мы читаем поучение святых отцов о посте. Мы говорим о важности накормить, одеть, поддержать, посетить, утешить. Вы знаете, невозможно взять и поднять то, что называется культурой, то, что называется религиозной жизнью. Это можно воспитывать себя вместе со Христом. Мы являемся хранителем православия в мире. Вот что нужно осознать. Миссия России быть хранительницей православия в мире. И вот эти идеалы Святой Руси, которые чувствуют люди там. Я вспоминаю случай, когда один разбойник, рассказ из пролога, разбойник, который пришел в монастырь под видом подвижника, которого он убил, оделся в его одежду и как принимали его в этом монастыре в женском. Более того, чудо Господь дал совершить. Монахиня слепая омыла свои очи водою, взятой с ног этого лжепустынника и прозрела. Потрясенный этим, душегуб раскаялся, принял постриг и достиг святости. Поэтому я скажу, что вернулись оттуда люди преображенными, они ощутили потребность в себе учиться соответствовать тому, чему, конечно, мы не соответствуем, учиться быть такими, каким мы не являемся. Но в глазах этих людей мы, прибывшие из России, есть такие. А если они на нас так посмотрели, значит, Господь на нас так смотрит, спрашивая, как ты живешь, что ты слушаешь, как ты отдыхаешь, как вот сейчас ты поедешь куда-то отдыхать. Ты едешь в то место, где храм есть православный, чтобы можно было пойти в воскресенье на литургию? Ты заказываешь себе в этом комплексе, где все включается, возможность спаститься, или ты собираешься развлекаться, что называется, отрываясь по полной. Какой же ты тогда носитель культуры, богатый, православный, чтобы потом прийти в храм и сказать, что я вот тут оступился, я вот тут повел себя нехорошо? Это предательство. Посмотри, что можно сейчас сделать. Вот этим летом, уезжая на дачу, помни о постных днях, о ежедневном чтении Евангелия, о необходимости прийти в храм на службу, почитать вместе с ребенком что-то душеполезное, проанализировать, куда она пошла сегодня, почему музыка, которая звучит в наушниках у твоего ребенка, она разрушает его душу, а ты не реагируешь на это. Посмотреть более внимательно на самого себя, каковы твои отношения со Христом, ты можешь своим детям, своим близким вдохнуть в их сердце то, что мы называем верой, образом своей жизни. Если нет, что нужно сделать, чтобы это изменилось? С себя начать. И вот посещая такие места, мы это чувствуем, нас обязывает ко многому это доверие людей со стороны смотрящих на Россию, на русских, как на спасителей. как на хранителей, как на тех, перед кем они благоговеют. Это очень сильно. Мы вернулись из Сербии, ощутив себя русскими, православными, носителями величайшей культуры, величайшей веры, которую, сохранив в себе, должны приумножить, передать и через это сохранить. И там тех, кто ожидает от нас этой поддержки и помощи. Спасибо вам большое, отец Андрей. Время передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей. Благословение Господи, Господи, на вас такую благодатью человек и любим всегда, ныне и пресно и в веки веков. Аминь. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, кандидат исторических наук, настоятель храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, протеерей Андрей Алексеев. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин